Привет, друзья, с вами вновь Роман Душкин, это видео шпаргалки. Изучим новые направления в искусственном интеллекте, и это квазибиологический подход. Мы отошли от нисходящей парадигмы и начинаем постепенно обходить в восходящую парадигму, так что сегодня прямо начнем с самого редкого и между тем необычного подхода, который я называю мокрый искусственный интеллект. Так что наша сегодняшняя тема квазибиологический подход. Давайте тут мокрый. Мокрый искусственный интеллект. Почему мокрый? Ну вот, потому что мокрый. Сейчас вы поймете, почему. Итак, у нас был искусственный интеллект, в нем две парадигмы. Топ-даун и ботом. Это не исходящее, а это восходящее. Здесь у нас тьюринг. со своим тестом. Здесь логика, логический подход. Здесь символы. Здесь у нас, собственно, коннекционизм. эволюционизм. И вот этот самый мокрый искусственный интеллект. Это все мы относим сюда. В рамках мокрого искусственного интеллекта, как я его взглядом написал, давайте мы вот эту дверь сотрем, вот эту дверь сотрем, поменяем местами. Прикольно рисовать, как на доске, да? Здесь у нас будет коннекционизм. Здесь у нас будет мокрый искусственный интеллект. Некоторые следователи относят, вообще говорят, что квазибиологический подход, это вот весь bottom-up approach, парадигма восходящая. Но я думаю, выделяя именно мокрый искусственный интеллект, квазибиологический интеллект, в отдельный подход в рамках восходящей парадигмы. И в составе мокрого искусственного интеллекта у нас есть три главных направления. Первое – это молекулярные вычисления. Второе – это биоэлектроника. И третье – это нейрокомпьютинг. К каждому из этих трех направлений мы подсветим отдельную видеоспоржалку. Я сейчас кратко расскажу, что есть такое. Ну, молекулярные вычисления. Понятно, что вычисления, как такой универсальный процесс преобразования информации, можно реализовать на любом субстрате. Ну, как на любом? Практически на любом. Универсальная машина тьюринга, про которую мы рассказывали, показывает, что понятие алгоритма не зависит от его реализации. Способ реализации. Мы можем реализовать это на универсальной машине тьюринга, на бильярдных шарах, на трубках из воздуха соединенных. В пневматических трубках, в трубках соединенных друг с другом, где воздух течет. Я в отрочистке делал компьютер. Компьютер в смысле вычислитель на спичечных коробках, в которых были камушки. Человек должен, ну, оператор должен был внимать, открывать коробки, менять там камушки местами. И тем самым происходили вычисления. Ну, обычный абак, вот счеты, на которых мы щелкаем костяшки. Ну, сейчас не щелкаем, раньше было в бюро очень часто. Это тоже вычислительный устройство. Механический калькулятор, то же самое. И нету никаких проблем в том, чтобы сделать вычислителями молекулы. И тут есть, значит, у нас ДНК компьютера, ДНК и РНК компьютера. Например, здесь у нас липиды. На липидных мембранах тоже можно делать вычисления. Ну, естественно, белки. И кто-нибудь типа вирусов. Вирусов, в смысле, вот эти вот биологические создания, а не компьютерные вирусы. Все эти молекулы, макромолекулы, можно использовать для отчисления вычислений. Мы погрузимся в тему ДНК компьютер. У РНК прям вот я обведу. Будет отдельная видеоспарграф. Вот я покажу, как можно делать логические гейты на ДНК или на белках. Это очень интересно. Собственно, это, вот эта вот тема. Я ее прямо в виду. Это прямой путь к нанотехнологиям. И те нанотехнологии, которые сегодня там изучаются, разные частицы в виде, например, золотая наночастица, из нее делается коллоидный раствор, вот это вот что-то там осуществляет какой-то технический процесс. Нет, это именно нанокомпьютеры в виде молекулярных машин, которые осуществляют какие-то вычисления. Вот это вот, как бы вот эти вот молекулярные вычисления позволят нам, если мы их освоим, в конце концов, создавать мельчайшие вычислители, которые при помощи химических реакций производят некоторые вычисления. Ну и, собственно, здесь наш организм, это он это и примерно и делает. Следующее направление – это биоэлектроника. Ну, в общем-то, это направление, в котором решаются вопросы, как при помощи биомолекул проводить электричество. То есть создавать такие вот схемы, которые мы создаем сегодня на Кремле, но только на биомолекуле. И нейрокомпьютинг, куда иногда вставляют нейросети, которые я в рамках коннекционизма рассматриваю. Но это, я считаю, это неправильно. Коннекционизм надо отдельно выделять. Вот нейрокомпьютинг – это решение вычислительных задач при помощи живых нейронов. То есть, так скажем, те же самые нейросети, которые используются для технических задач, но нейроны в этих нейросетях используются не логически, запрограммированные на каком-то праймборке, а выращенные в чашке Петри на каком-то субстрате, там типа агар-агар. Вот там вот нейроны, прямо вот клетки, которые соединяются в нейронную сеть, и эти штуки, вот эта вот культура клеток решает какую-то техническую задачу. Ну, это, в общем-то, примерно то же самое, что биокомпьютинг, молекулярное вычисление. Это биокомпьютинг – неправильное слово, потому что весь мокрый ИИ иногда называют биокомпьютингом. Ну, вот как бы это у нас уровень молекул, молекул, а это у нас уровень клеток. Чем вообще характеризуется такой подход? Вот, здесь я немного нарисую, он характеризуется разделением парадигм. Универсальная, универсальная машина и индивидуальная машина. Ну, здесь, соответственно, Кьюринг и фон Нейман были основателями, а здесь у нас такие ученые, как Зайнер и Конрад. Универсальная машина Кьюринга решает любые задачи, была бы написана программа. То есть, вот у нас есть машина Кьюринга, у нее есть программа. А индивидуальная машина проектируется специально для решения конкретной задачи. И, собственно, тем самым осуществляется оптимальное решение этой задачи. То есть, если универсальная машина может решать некоторые задачи неоптимально, то индивидуальная машина, спроектированная для конкретной задачи, для решения этой задачи, будет действовать в этом случае намного оптимальнее, крема универсальной машины, для которой написана программа. Но индивидуальная машина не сможет решать никакую другую задачу. В этом проблема. Ну, что я тут еще могу сказать? На ДНК компьютеров, например, сегодня построили, решили задачу, которая решает за полиномиальное время задачу входа графа. То есть, у нас есть какой-то граф. Его нужно обойти. То есть, побывать в каждом узле графа один раз, но этот граф нельзя обойти. Вот так. И вот у нас есть маршрут. Плывать в каждой... Вот такой, допустим, маршрут. Вот мы побывали в каждом... Вот, зачем я последний? Еще раз, извиняюсь. Вот мы побывали в каждом узле по одному разу, Некоторые формулировки задач коммунажера требуют вернуться на данный цикл. Так вот, эта задача на универсальных машинах не решается за полиномиальное время, а на индивидуальной машине, молекулярной, ДНК машине может быть решена. Но здесь проблема всегда, как обычно, в пространстве. То есть, если мы снижаем время, мы увеличиваем пространство. И ДНК компьютер требуемый для того, чтобы решить эту задачу для, по-моему, 30 узлов. Не буду сейчас врать. Пробирка, в которой он будет ее решать, занимает по объему примерно объем нашей планеты Земля. Ну вот как-то так. Я рассказал такие интересные вещи. Это мокрое направление. Теперь вы понимаете, почему оно мокрое. Потому что мы в пробирках занимаемся молекулами, которые вот именно мокрые. Мокрое направление распадается на три поднаправления. Это биокомпьютеры, молекулярные компьютеры, молекулярные вычисления, биоэлектроника, то есть проведение электрических сигналов при помощи биомолекул и нейрокомпьютер. Все это мы изучим подробно в следующих видео-шпаргалках. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если еще не. Ставьте лайк, звоните в колокольчик. Обязательно звоните, зовите друзей. Поскольку знание того, что представляет собой цифровая экономика, очень важно в сегодняшнем мире. Ну а с вами был непременный Роман Душкин. До новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова